Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей о событиях среды 1 марта. Вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. Инспекционная комиссия FIFA посетила стадион Фишт. В целом претензий нет, остались технические моменты. На повестке вопросы экологии. Полпреду президента в Южном округе доложили о работе по канализованию в Сочи. Помогла бдительность жильцов. Задержан водитель КАМАЗа, сбрасывающий грунт со стройки на муниципальные участки. В Сочи открылась выставка кошачьих портретов. Вернисаж приурочен ко дню кошек. Он отмечается как раз 1 марта. Более 200 соглашений на 140 миллиардов рублей. Таков итог работы Краснодарского края на российском инвестиционном форуме. Несмотря на сократившееся количество дней саммита, деловая программа по признанию участников оказалась максимально насыщенной. Что нового в инвестиционной политике региона, разбирались наши краснодарские коллеги. За множеством дискуссий и панельных сессий четко прослеживалась основная мысль. Как найти новые точки роста для регионов? В условиях снижения государственного финансирования субъектов России для последних поиск инвесторов становится задачей стратегической. Властям на местах с большей изобретательностью приходится придумывать, как привлечь бизнес. Мы предлагаем инвестировать в Новороссийск, город с многотослевой экономикой. Краснодарский край впервые за все время проведения форума в качестве проектов предложил площадки предприятий банкротов. Вместо того, чтобы впустую обслуживать их содержание, решили отдать территории со всей имеющейся инфраструктурой под реальный бизнес. Впервые от Кубани были представлены проекты в области зеленой экономики, когда экономический рост связан с сохранением окружающей природы и ее ресурсов. На форуме в Сочи 15 таких предложений от развития альтернативной энергетики до производства электромобилей. Мы должны сделать все возможное, чтобы в приоритете любого экономического развития стояла защита или приоритет всех технических норм. И, знаете, я хочу подчеркнуть, что многое, что сегодня мы делаем, связано с тем, что мы берем в долг будущих поколений. И поэтому, если мы уже берем в долг, мы должны уже будем вернуть явно уже то, что и для них будет приносить пользу, и для них будет экологически чистым и полезным. Конечно, инновационные проекты по количеству пока проигрывают предложениям в традиционных отраслях экономики. Для Кубани это курорты, строительство и агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство, например, показало рост в прошлом году. Уровень субсидий в этой отрасли один из самых высоких в регионе. Но время требует новых механизмов поддержки. Об этом губернатор Крайвин и Мин Кондратьев говорил с генеральным директором агентства стратегических инициатив Светланой Чубшевой. Сельское хозяйство тоже на 6%, но было природа по смене с прошлым годом. И здесь мы многие ввели новые механизмы стимулирования сельского хозяйства. Мы ушли от субсидий, вот так вот просто раздавая, мы пришли к микрофинансированию. И сам бизнес должен чувствовать ответственность за те деньги, которые он берет в бюджете. И у него должно быть четкое понимание, что он должен вернуть и при этом заработать. Мы сегодня инвестируем не в затраты, а инвестируем в развитие. Немаловажны также инвестиции в социальное развитие общества. Светлана Чубшева не исключила возможность создания проектных офисов для этого направления. В этом году особый акцент, наверное, сделаем на социальных и образовательных проектах. В сфере социального обслуживания, сохранение культурного наследия региона, развитие туризма. Это как раз, наверное, те сферы, которые тоже будут интересны Краснодарскому краю. В том числе это инвестиции в человеческий капитал. Например, проекты, призванные повлиять на долголетие и качество жизни граждан. Подобный подход внедряют и в Краснодарском крае. Это высоко оценила вице-премьер Ольга Голодец. Ей показали проекты по строительству и реконструкции физкультурно-спортивных комплексов в Краснодаре. Ведь для любой экономики важно, чтобы делающие ее люди оставались здоровыми. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Денис Перес, Алексей Комаров, Кубань-24, Сочи. Как Сочи будет развиваться в ближайшие десятилетия? Этот вопрос рассматривают сегодня на территориальной стратегической сессии. Ее тема – стратегия социально-экономического развития Краснодарского края и Сочи до 2030 года. В зале представители администрации Сочи, депутаты городского собрания, архитекторы, бизнесмены, ученые, специалисты санаторно-курортного комплекса. Все они участники так называемой территориальной стратегической сессии. Цель – понять, что ждет Сочи в ближайшие 10-12 лет, в каком направлении город будет развиваться. В качестве приглашенных экспертов – члены Леонтьевского центра. Эта организация, которая в том числе специализируется на социально-экономических исследованиях, уже разработала долгосрочные стратегии развития для Казани, Хабаровска, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Такую же стратегию развития до 2030 года должен получить и Сочи. Краснодарский край начал разрабатывать стратегию в конце прошлого года. И, безусловно, очень важно сверить часы с Сочи, потому что Сочи – это один из ключевых полисов роста не просто для Краснодарского края, а для Российской Федерации в целом. Мы договорились прорабатывать развитие Сочи первично сегодня в четырех рабочих группах. Это, безусловно, санаторно-курортный туристский комплекс, это развитие человеческого капитала, проблемы пространственного развития и развития инфраструктуры, и развитие предпринимательства и инновационной среды. Стратегия развития Сочи и края в целом, отмечают эксперты, не должна стать документом, который будет пылиться на полке. Она должна стать руководством к действию. Ну а стержнем стратегии станет житель Сочи с его проблемами и потребностями. Он найдет там себя, он найдет все то, что будет способствовать его безопасности, его здоровью, его благополучию, его комфорту, востребованности его поколений. Потому что самая главная стратегия разрабатывается для конкретного жителя Сочи, который, прочитав этот документ, поймет, что будет в 30-м году ожидать его, его семью. Авторы стратегии, несмотря на то, что они эксперты со стороны, будут опираться исключительно на мнение местных специалистов. Ведь они, как никто другой, знают проблемы города и точки роста. Стратегия должна стать понятным и доступным для каждого жителя Сочи документом. Мнение местных экспертов, Леонтьевский центр будет собирать весь ближайший год. После они будут систематизированы. И уже к 1 января 2019 года стратегия развития Сочи и Краснодарского края должна быть готова. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Инспекционная комиссия FIFA посетила стадион Фишт. Напомню, на этой арене летом пройдут 4 матча Кубка Конфедерации, в том числе один из полуфиналов. В этом году на стадионе пройдет 9 состязаний, а в следующем состоятся 5 матчей чемпионата мира по футболу, включая один четверть финал. А вот ближайшие тестовые встречи на Сочинском поле пройдут уже в конце марта. Уже началась продажа билетов. Готов ли Фишт к играм, по мнению экспертов? Ответ в материале Татьяны Говорковой. Последний визит инспекционной комиссии FIFA в таком большом составе был в прошлом году. Тогда специалисты говорили о нехватке зрительских мест, веб-зоны и высказали еще ряд претензий по некоторым вопросам. За это время картина изменилась. Стадион расцвел в прямом смысле слова. Взошла трава, семена которой были специально привезены из Нидерландов. Появились флагштоки, ворота, техническая зона, а также оборудованные раздевалки и другие необходимые помещения для футбольных матчей. О готовности стадиона эксперты говорили на заключительном пленарном заседании. В нем приняли участие вице-губернатор Края Николай Далуда и мэр города Анатолий Пахомов. Состояние дел, надо сказать, что состояние дел достаточно у нас хорошее. Оно не вызывает никаких рисков. Было сказано, что городская среда готова. Более того, волонтеры и сами жители достаточно давно уже подготовлены, потому что событийных мероприятий в городе проводится в достаточном количестве. Опыт проведения событийных мероприятий у нас тоже достаточно огромный. Единственная задержка пока под дополнительным трибунам с северной стороны. Полноценным 45-тысячником стадион станет в ближайшие дни, но работы на этом не закончатся. Задержка происходит из-за непоставки металла на суппотрядчики. Поэтому, как только металл будет поставлен, мы надеемся, что 15 марта от трибуна будет полностью завершена. Кроме того, есть мероприятия для работы, которые мы должны выполнить к 15 мая, к 1 июня. То есть эти работы, их достаточно большое еще количество, поэтому оно все идет в графике. Когда уходят строители, то за два месяца на неэксклюзивной основе начинает работать оргкомитет, начинается украшение стадиона, начинается добавление каких-то систем, которые нужны только нам, только на Кубок Конфедерации. И за две недели до первого матча у нас уже эксклюзивное использование. Здесь присутствуют только сотрудники оргкомитета. Сейчас специалистов инспекционной комиссии больше интересуют технические детали и практически организационные моменты. Ведь Фишт, единственный из 12 стадионов, был реконструирован под нужды футбола, а не построен с нуля. Изначально стадион был построен для церемонии открытия и закрытия зимних олимпийских игр, а не для игры в футбол. Поэтому мы тщательно изучаем различные аспекты, связанные с тем, как объект будет функционировать непосредственно в дни матчей, и как будут организованы операционные потоки внутри стадиона. Еще многое предстоит сделать. Местные власти активно работают в этом направлении и исключают все риски. В таком большом составе инспекционная комиссия посещает все 12 стадионов, расположенных в 11 городах России, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. Накануне делегация посетила Казань и Санкт-Петербург, а завтра отправится в Москву. Это была пятая по счету контрольная проверка спортивной арены. На этот раз у экспертов нареканий к стадиону нет. Его готовность на финишной прямой. Сейчас завершаются пусконаладочные работы, а 28 марта Афиш примет первый тестовый матч. На поле встретятся команды России и Бельгии. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. На повестке вопросы экологии. Полпреду президента в Южном федеральном округе доложили о работе по канализованию в Сочи. Очередное совещание в мэрии Владимир Гурба провел накануне. Продолжит Ольга Десятого. Более 13 тысяч неканализованных объектов. Столько было выявлено в Сочи за последние годы борьбы со сбросом неочищенных стоков. Во всех районах курорта продолжают и сегодня работать межведомственные комиссии. Сейчас основная часть собственников уже устранила замечания. Осталось еще около 4 тысяч. Администрация города, край активно участвовал в этом процессе. Бесплатно какие-то подключения делали тем, кто социально нуждался в этом. Понятно, что были разные ситуации. И воду отключали, и будем отключать до тех пор, пока не приведем все соответствия. Потому что в самом деле большинство граждан, которые пользуются Черноморским побережьем, мы должны защищать. Здесь поставлены на системном уровне работы. Работают действительно хорошо и есть серьезные показатели. Больше 50% достигнутых успехов по городу. Это по краю в целом. Это подключение к центральной системе канализования. Это и домовко-локальных качественных сооружений. Более 50% – это город Сочи. Результаты более чем убедительные. Пробы морской воды минувшим летом, по оценке главного санитарного врача России, отвечали всем стандартам. В целом в городе принято свыше 5000 заявок на получение тех условий для присоединения к городской канализации или установке лосов. Еще более 5000 объектов заключили договоры на вывоз ЖБО. Ну а в ЛАО планируется установить очистные сооружения, которые остались в городе после Олимпиады, рассказал мэр Сочи. Как раз взяли локальные очистные сооружения, которые были в строительных городках нашего РЖД, в полном объеме забрали и сейчас они его монтируют. Поэтому мы надеемся, очень надеемся, что выделили деньги плюс 10 миллионов рублей на ЛАО и Вардоне. Новые очистные планируют запустить уже к началу купального сезона. Вторым важным вопросом совещания стало накопление ТБО на территории мусоросортировочного комплекса и Адлерской птицефабрики. Сейчас там скопилось 20 и 10 тысяч тонн отходов соответственно. И если завод имеет на это соответствующую лицензию и количество мусора не превышает ГОСТы, то на птицефабрике свалка выросла в нарушении всех норм. Свою территорию фабрика отдала в субаренду предпринимателю, который планировал разместить здесь специализированную технику – мусоровозы. Ну а в результате на площадке образовалась настоящая свалка. По этому объекту надо вывести всего лишь нацию. Дело в том, что есть и решение суда на этот счет. Они сами должны вывести. Есть хозяин земли, вернее арендатор, это птицефабрика, которая в принципе, чтобы по идее, что мы их, я их собирал в последний раз и дал им срок, что друзья, мы не собираемся иметь дело с тем, кому вы сдали в аренду. Вы взяли у нас землю и передали в субаренду. Предприятие, устроившее свалку на птицефабрике, занимается сбором и вывозом мусора. И таких в городе порядка 20 организаций. Мониторинг показывает, что мусор из города ими практически не вывозится. Недобросовестные предприниматели попросту раскидывают отходы по контейнерным площадкам или устраивают незаконные свалки. При этом берут со своих клиентов немалые деньги, которые должны пойти не только на вывоз, но и на сортировку отходов. В итоге разгребать это в прямом смысле слова приходится саху. Только 60% мусора, который вывозится этой компанией, оплачен. Отсюда и убытки, отсюда и высокий тариф для жителей. Сейчас объемы мусора увеличиваются с каждым годом, особенно в пик курортного сезона. Справиться с этой проблемой поможет мусороперерабатывающий завод, который планируется открыть в Сочи по федеральной программе. Мы вошли в эту программу. Там получен зеленый тариф. Поэтому я думаю, что в течение двух лет у нас будет построен мусороперерабатывающий завод. Сейчас это проектирование, привязка будет производиться. Мы в программу вошли. Зеленые технологии предприятия разработаны совместно компаниями Швейцарии и Японии. Аналогичный завод работает, например, в самом центре Вены, в Австрии. Новый комплекс будет заниматься в Сочи только мусоропереработкой. Так называемые хвосты от производства будут вывозиться на полигоны за пределы города. Тем более уже к концу марта должен быть в полном объеме введен в эксплуатацию полигон в Белореченске. По данным Краевого министерства природных ресурсов, в течение прошлого года выявлено 46 стихийных свалок. Сейчас их осталось 18. Такие очаги появляются, как будто из ниоткуда привозят мусор часто ночью и тайно. А вот в Хостинском районе одного такого нарушителя удалось задержать. Он вывозил землю с частной стройки и сбрасывал на муниципальные участки. Подробности у Елены Овсециной. Сейчас задержанный, а это житель Лобинска, дает объяснение сотрудникам полиции, каким образом было выбрано место для сброса и откуда, собственно, он возил землю на арендованной машине. Она-то и подвела его, застряла в грунте и до сих пор оттуда ее не вытащили. Оказывается, в этом микрорайоне на муниципальном участке, как рассказывает главный архитектор района, планируется комплекс детских и спортивных площадок. Пару лет назад здесь московская компания собиралась возвести дом, но администрация Сочи отстояла в суде городские земли. Процесс взял под личный контроль глава города Анатолий Пахомов. Осенью было разрешено засыпать котлован, образовавшийся в результате стройки. Эта работа была закончена еще в прошлом году, и сегодняшний нарушитель тоже возил сюда землю. А вот в этот раз привез и грунт, и строительные отходы. Такие несанкционированные свалки, помимо того, что нарушают природоохранное законодательство, еще и ведут к утяжелению склона. Идет перегруз территории, этот склод, идет перегруз. Это же фактор того, что это перегруз земельного отвала, не санкционированный, еще раз подчеркнули. Повлиял на то, что там уже просел, просел, грунт уже просел. То есть дорога уже там сейчас идет, вот так вот, с трещины пошла. Жители близлежащих домов давно мечтают, пусть и о небольшом сквере, месте отдыха. Поскольку придомовая территория совсем маленькая, и прогуляться с детьми здесь негде. Поэтому так отчаянно бились за то, чтобы не появилась еще одна новостройка. А теперь вот война с водителями большегрузов. Мусор, как валится, строительный, крупный. Понимаете, это не то, что вот люди отремонтировали квартиру и вынесли. Они уже знают, что здесь ниоткуда ничего не видно и просто валят, валят и валят. Каждые три дня администрация вынуждена вывозить отсюда 2-3 КАМАЗа огромных. Брать этот грейдер, бульдозер и вывозить отсюда мусор. Иначе здесь будут уже горы просто, не подойти. Следить жителям не всегда удается. Чаще мусор привозят ночью, но вот благодаря бдительности нарушителя задержали и днем. Ну, больше не повторится. Но слова и поступки чаще всего расходятся с делом. Привод в полицию оказывается у задержанного не впервые. В настоящее время в отношении него составлен административный материал по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме этого, известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имел богатое криминальное прошлое. Таких мусорных хулиганов по городу немало. Вот, например, строительный мусор на улице Метелева, район улицы Фабрициуса. Его вывозят с контейнерных площадок, машины САХ, а новый мусор, как по волшебству, появляется вновь. Именно из-за таких вредителей в Сочи появляются стихийные свалки, вывозить которые приходится за счет дополнительных средств, которые можно было бы потратить на нужды города. Рейды по выявлению таких свалок проходят регулярно. Жители курорта администрации города просят о фактах сброса строительных отходов сразу же сообщать по телефону 2-66-86-55. В Лазаревском районе в ДТП погиб ребенок. Сегодня в 8 часов утра 37-летний водитель автомобиля «ГАЗ», проявив невнимательность, наехал на 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. В результате ребенок скончался в больнице. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. А накануне в том же Лазаревском районе на федеральной трассе столкнулись два автомобиля, один человек погиб. Накануне в районе санатория «Аврора» в Лазаревском районе столкнулись два автомобиля «Фольксваген» и «Кия». В интернете появилась запись видеорегистратора. Здесь видно, как обгоняющую легковушку толкает на встречную полосу небольшой грузовик. В итоге лобовое столкновение. Спасатели деблокировали из «Фольксвагена» туарег 53-летнего сочинца и передали его врачам скорой помощи. Второй участник ДТП, водитель «Кия», погиб на месте. 2 марта воды не будет в части микрорайона Макаренко. Причина – замена пожарных гидрантов. 2 марта с 8 до 17 часов будет временно прекращено водоснабжение следующих абонентов. Школа номер 6, детские сады номер 19, 120, 86, поликлиника на Абрикосовой. Женская консультация, отделение полиции и АТС. Также под отключение попадет и жилой фонд. Это улицы Макаренко, Абрикосово, Олимпийское, Ботаническое, Голенево, 60 лет ВЛКСМ и Пластунское 100. По мере необходимости к социально значимым объектам будет организован подвоз воды. У Сочи может появиться новый город по братиму. О развитии дружественных отношений и планах сотрудничества сегодня в администрации курорта заявила делегация из японского города Нагату. Гости из Поднебесной рассчитывают на обмен опытом не только в курортной сфере, но и в отрасли образования, культуры и спорта. Главное достояние Нагату, как и Сочи, это природа. Город, в котором находится заповедник государственного значения, расположен на побережье Японского моря. Есть в Нагату достопримечательности, которые считаются одними из красивейших в мире. Оценили по достоинству гости из Поднебесной и знаковые места Олимпийской столицы. На Сочи у японцев большие планы. Для начала подписать с курортом соглашение о побратимских отношениях. Наша задача, как можно больше узнать о городе Сочи. Это поручение мэра Нагату. На данный момент нас интересуют три направления. Экономический обмен с использованием природных и прочих ресурсов. Обмен в области образования, культуры. Интересно и развитие спорта. Надеемся на плодотворное сотрудничество. Вопросов у членов японской делегации оказалось немало. Интересовали их как популярные виды спорта курорта, так и предпочтения сочинцев в выборе мест отдыха. Важным для гостей стала информация и об отношениях Сочи с другими странами, в том числе с уже имеющимися городами-побратимами. По словам вице-мэра Олега Ясюка, сотрудничество и обмен опытом с зарубежными партнерами курорт ведет непрерывно. Ну а сегодня Сочи налаживает прямые авиасообщения с китайским Чинду и немецким Франкфуртом на Майне. Весной ожидается визит делегаций из Англии и Франции. Подробно японцам рассказали и об имеющейся инфраструктуре, которая также способствует комфортному пребыванию гостей на курорте. Самое главное – это у нас большое достижение в городе, что у нас ноль отходов. То, что бытовые обходы, которые здесь получаются, они сортируются и вывозят за пределы города. Поэтому мы, все жители города, боремся с тем, чтобы первая у нас была прекрасная экология. Мы считаем, что наиболее важно – это безопасность. И у нас существует программа «Безопасный город». Это более 16 тысяч камер. Большой спектр безопасности – это в гостиницах, на пляжах. И мы считаем, что наш город – один из самых безопасных вообще в нашей стране. Решением организационных вопросов, а также подготовкой соглашения об обратиемских отношениях будут заниматься специально созданные рабочие группы. Сегодня свой 22-й день рождения отмечает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. В честь праздника спасатели решили продемонстрировать сочинцам все свои возможности. На площади флага прошла выставка пожарно-спасательной техники. Сергей жизни людей спасает вот уже 12 лет. Здесь, на выставке, посвященной 22-летию, сочинская территориальная поисково-спасательная служба демонстрирует водолазное снаряжение. Рассказывает о подводной съемке, которая использовалась и в работах при поиске обломков и останков пассажиров, разбившегося в Черном море Ту-154. Сергей также работал на месте этого ЧП. Всего же в багаже спасателя несметное количество поисково-спасательных работ как на воде, так и на суше. Работа тяжелая, ответственная, но есть в ней и свои большие плюсы. Это помощь людям, вот это душевное удовлетворение, когда ты делаешь такую работу. Это, конечно, присутствует. И как бы приключение. Каждый день ты идешь на работу и не знаешь, что тебя ждет. Может быть, тебя там вертолетом отвезут в горы, и ты будешь там искать кого-то, или же опять же погрузишься под воду и будешь, ну, что-то там, какие-то задачи выполнять. Каждый день приходим для того, чтобы помогать людям, оказывать помощь, когда это требуется. Сегодня в самом центре Сочи горожане и гости курорта также смогли увидеть аварийно-спасательные машины, реанимобиль, моторную лодку и квадроциклы. Школьники же и посмотрели, и потрогали технику, и задали вопросы о профессии спасатель. Ну, а кинологи ЮРПСО провели показательную тренировку. Медики же спасотряда на специальном роботе-тренажере показали, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию. Такой выставкой спасатели решили продемонстрировать свои возможности и оснащение спасотряда. Наша задача – прикрытие территории Южного федерального округа по вопросам безопасности на сиденье. Нас уже практически 800 человек. И мы находимся рядом с людьми каждый день, каждую ночь, каждый час, каждый день. Даже несмотря на праздники. Поэтому здесь мы выставляем только ту небольшую часть, которую мы можем освободить сейчас. На самом деле мы гораздо сильнее. В состав ЮРПСО входят шесть поисково-спасательных отрядов. Адыгейский, Ейский, Краснодарский, Краснослободский, Туапсинский и Крымский. Знаковым свой день рождения спасатели считают еще и потому, что 1 марта в России отмечают День гражданской обороны. В Сочи открылась выставка кошачьих портретов. Вернисаж приурочен ко Дню кошек. Он отмечается как раз с 1 марта. В выставке в музее Николая Островского принимают участие воспитанники сочинских школ искусств. Галерея кошачьих портретов создавалась с использованием разнообразных художественных техник. В залах музея можно увидеть более ста котов, кошек и котят самых разных пород, цветов и фактур. Из папье-маши и фарфора, акварельные и керамические, кошки-наброски, кошки-скульптуры, рыбаки и воришки, мечтатели и обжоры, музыканты и хулиганы. Отдельного внимания заслуживают работы семьи художников Бедрак. Внимательный взгляд замечает котов где угодно, даже в морской гальке. После росписи морские камни превращаются в котов, свернувшихся под солнцем. Также в экспозицию вошли экспонаты из частных собраний. Во время работы экологической выставки «Кошка, которая гуляет сама по себе», для маленьких посетителей будут проводиться интерактивные экскурсии. В игровой форме можно будет ближе познакомиться с миром этих животных, посмотреть мультфильмы, а также принять участие в мастер-классах и сделать свою собственную кошку. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.